Когда мы можем вклиниваться в формирование реальности, опять-таки гипнотические техники. В гипнозе очень хорошо многие вещи прорабатываются. По сути дела, когда мы уже угружаемся, идем в себя, к своему внутреннему свету и пытаемся разобраться в том, что у нас есть. Это когда режим нашего мозга уже приторможен, хорошо приторможен, мы уже ушли в себя достаточно глубоко. Состояние предсонное, когда хочется проснуться, тебя клонит рубить на сон, и ты борешься все время о состоянии борьбы со сном. Вот это глубинные техники, когда зевать хочется, когда практики делаются, на зевоту тянет. Мы подошли к определенному торможению, к определенной глубине. И тут один из очень важных моментов – это вообще научиться погружаться в себя. То есть один из нас засыпает на частоте на альфа-ритме мозга, другой вырубается и уже ничего не осознает, другой на тета-ритме, третий на дельта-ритме. То есть кто во что гораст, у кого где сохраняется осознанность. Вот это называется трансовым опытом или трансовой раскачкой. Если вы раскачаны достаточно, специально есть даже услуги гипнотизеров, которые оказывают помощь по трансовой раскачке. На самом деле надо очень много медитировать, сохраняя осознанность. Чем больше вы уходите в медитацию и чем больше вы тормозите и при этом сохраняете осознанность, чем более в глубоких состояниях вы пребываете, тем больше вы можете влиять на ход формирования реальности. Чем более заторможен ваш мозг. Все практики шаманские относятся уже к этим техникам. Опять-таки тоже с вторжением, с изменением, с быстрыми изменениями по здоровью. Потому что все, что касается формирования реальности, в тета-хилинге встречали, выключили болезнь человеку. Убрали вторичную выгоду, выключили болезнь. Болезнь включается за сутки. И у человека больше проявлений заболеваний не наступает. Вот это уже на глубине определенное, на трансовое идет. Но здесь важно, чтобы человек мог догрузиться туда. И важно, видите, какая вещь уже выплывает, важно, чтобы был раскачан как тренер, так и ученик. Если гипнотизер не раскачан, а просто знает шаблон работы с человеком, то раскачать глубже, чем он сам грузится, он не может. Если тренер приехал на тренинг и пытается вам дать трансовую технику глубинную, вот возьму тот же самый тета-хилинг, да, смотрите, есть книги Вианны Стайбл. В них написан весь тета-хилинг. Все, что вам надо взять умом, там есть. Прочитали книгу, чего вы еще хотите от курса? Зачем на курс ходить? На курс идут только ради того, чтобы тренер раскачал и заякорил определенное внутреннее состояние человека. Если тренер не раскачан, то он вам заново перескажет книжку, ну, вам не надо читать свои деньги, там, книжка обошлась вам, грубо говоря, знания книжки, обошлись вам там 200 с лишним долларов, да, вот, вместо того, чтобы заплатить там пятерку. И на выходе выходит ученик, у которого нет результатов, особенно если пришел тревожник, да, ну, к первому состоянию с болью пришел человек, он выходит оттуда и потом говорит, техника не работает. Ну, какой не работает? А ты к кому ходил? Вот почему ты считаешь, что тебе человек там профессиональный, который 30 лет занимается там трансом, гипнозом, еще чем-то, который там объехал шаманов, кучу учителей имеет и так далее, ты считаешь, что он не стоит своих денег, а человек, который вот только пришел, взял ради денег, да, какую-то технику, и тебе тут всюхал пришел, пересказал, и ты считаешь, что ты взял то же самое. Нет, ты не то же самое взял, ты не взял ключевое, ты не взял состояние. И здесь платят тренерам дорого за состояние. Та же самая, ну, Дебра Линкац приезжает. Ведь не просто так там тянуть человека сюда. Я понимаю, что у нее есть определенное состояние. Почему определенное состояние? Смотрите, у нас же зон мозга очень много. Наша шкара большая на самом деле, да, такая. Здесь очень много зон. Вот, и определенное состояние, вот включается эта зона, эта зона, и они включаются на каких-то там своих частотах, да, и определяют вот это состояние. А другой тренер, у него включается это, это, и там еще какая-то, и тоже на своих частотах. И у каждого будет абсолютно свое включение мозга. И мы это берем на подстройки. Почему личное общение? Потому что на подстройке мы подстраиваемся под тренера, и под тренера мы снимаем его состояние. Более того, на курсе он якорит. На что якорит тренер? Ну, в стетохилинге вообще на алгоритм якорят, да. Кроме того, если замечали, у тренеров зачастую есть свои взмахи руками, свои речевые интонации. Плюс, если тренер грамотный, он вам может сказать, слушайте, вот вы в этом состоянии, чтобы в следующий раз не я вас грузила, вы сами грузились. Вы скажите какое-то ключевое себе слово, на которое вы будете потом включаться. Ты садишься и говоришь, произносишь это состояние, и раз попадаешь на этот якорь. А ты же вас якорила. Я вас якорила. У меня очень хорошо получилось. Ну, для того, чтобы вас каждый раз не гонять, там, эти мурашки, это же долго гружать. А так раз слово сказал, ты уже в этом состоянии. Ну, ты знаешь, Павлова меня не заикорила, а ты сразу... Ну, у Павлова это шла на алгоритм, а у меня это шла на ключевое слово. Я все-таки, мне больше нравятся самые ключевые слова, причем, неважно, какие ключевые слова. Например, в телекинезе у меня вообще якорь с этой банкой, с моей любимой. Ты и я одной кровью. Ну, из Маули, да? Вот садишься и на этот якорь произносишь, хобана, ты сразу окружаешься в это состояние. Тебе не надо долго настраиваться, чтобы... У которого есть авторские какие-то вещи или те же самые шаманы. Почему к ним едут? Во-первых, шаман, который находится у себя в дегваме, ему там комфортно, он привык к этим частотам. Если его выдернуть оттуда, то у него уже вот досконально, он вот такой сонастройки с собой у него не будет. Он выдернут из естественных условий, ему долго адаптироваться надо. Кроме того, там же есть определенные вибрации растений и так далее, как говорят, вместо силы. И когда ты приезжаешь к нему, это одна тема. Когда вот мне вчера звонят и спрашивают, вот там в Вильнюсе разливают айаваску, а не попить ли нам. Ну, говорю, ну, ребят, вы поймите, в Вильнюсе это значит, могут быть наручники, потому что это психотроп, да. Во-вторых, там совсем другая работа шамана, там совсем другая работа ауяски. И на айахуаске меня все время критикуют, что я айаваски, я все время называю разными словами. На самом деле перевода нормального нету, как хочешь, так и назови. На звук это все от шаманов произносишь. Это ляна, вот эта шаманская, перуанская. И, соответственно, ритуалы, вот эти перуанские шаманы работают... Специальный напиток пьет. Специальный напиток такой. И вот это сейчас стало модно, это таскают по Европе, но в Европе это запрещенный психотроп. Запрещенный психотроп, это значит, можно еще и угодить в тюрьму. И изначально, если там нету этих частот, нету места силы, если шаман работает не в том состоянии, то просто напиться психотропа и отрыгаться, ну, причем за большие деньги, понимаете. Человек спрашивает на полном серьезе. Я говорю, ну, если тебе надо очистка организма, слушай, выпей фурген, дешевле будет, да. Ну, с точки зрения духовного развития, я не верю, что ты продвинешься в Вильнюсе, когда тебя накачают неизвестно чем. Понимаете? Мы еще дойдем до духовной шляпы, тоже отдельная такая хорошая тема. Но вот когда вы делаете, вы живете здравомыслящие, и если вы видите вот сами принципы работы, как психика работает человек, вы видите, куда имеет смысл вклиниваться, куда не имеет. Где шило, где мыло. Потому что на всех вот этих вещах психологических делаются просто дурные деньги. Вы поймите, рынок психологии, рынок психологии, это тот же самый, что рынок религии. Это одна и та же сфера деятельности, это один и тот же рынок. Он после наркотиков и оружия занимает проституцией, свое почетное место. И понимаете, религии, они как ловушки сознания человека, они существуют на определенном этапе, они помогают человеку развиваться на определенном этапе, они тормозят. Все в этом мире дуальное. Есть плюсы, есть минусы. Есть период плюса, есть период минуса. И надо различать, на какой стати вы находитесь. Вам надо этот плюс или вам надо этот минус. Это не значит, что углом критиковать, что все плохо. Нет, не все плохо. Все наоборот очень даже хорошо и очень даже гармонично. Ваше дело войти в сонастройку с собой и определиться, где нахожусь я, в каком восприятии нахожусь я. Если я пришла уже, дошла до уровня стабилизации, когда я могу заниматься силовыми вещами, когда я конкретно занимаюсь измененными состояниями сознания, когда мое сознание должно быть чистым и ясным, то зачем мне алкоголь, зачем мне психотропы, зачем мне многие вещи, которые... Если вдруг ты попадаешь на шаманскую церемонию, там действительно психотроп используется, и ты присутствуешь на этой земле, в этих условиях и так далее, у тебя будет другая реакция организма, нежели та, когда ты будешь просто есть его как химический реагент тела. Это разные вещи. И это тоже надо различать. Потому что сила будет другая. Там силовой ресурс будет другой. Понятно, молиться в церкви и дома – это разные вещи. Да, силовые ресурсы будут разные. Эти вещи просто иногда имеет смысл различать. Опять-таки, молитва – это тоже глубинная трансовая техника. И вопрос, в каком ты состоянии молишься. Ты молишься в состоянии боли или ты молишься из глубинного трансового состояния. Такой результат будет. Если в глубинном трансовом состоянии ты еще четко знаешь, чего ты хочешь, и конкретно на это молишься, то, конечно, это значительно быстрее проявится в твоей жизни. Но, опять-таки, если уже затронули тему молитв к глубинным трансовым техникам, смотрите, когда вы приходите молиться в церковь, ведь больше 90% людей туда приходят, но если по правилам аппарата, больше 80% людей туда приходят с болью. Они приходят с болью излить свою боль, выбросить ее. Боль выбрасывается вместе с энергией. Церковь наполнена этой энергией. Там эгрегор, ему это надо, он на это дело еще и раскачивает.